Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска в студии Радик Рахимов. Смотрите сегодня в нашей программе. Мусор вывезли, свалки ликвидировали, деревья посадили. На совещании городского актива подвели итоги экологического двухмесячника. Хочу отметить работу в сельских поселениях. Проведена масштабная работа по ликвидации мест, незаконно эксплуатирование оборудований, территорий, среди людей, покраски деревьев, покосы травы. Он сразу сообщит об опасности. В квартирах альметьевцев устанавливают пожарные извещатели. В прошлом году тоже устанавливали пожарные сигнализации, датчики пожарной сигнализации. Вперед и вверх! Инструменты роста предложат предпринимателям на региональном IT-форуме. Форум предназначен для малого и среднего бизнеса. То есть любой начинающий и действующий предприниматель может подчеркнуть туда какие-то интересные инструменты. Более 80 тысяч альметьевцев приняли участие в мероприятиях в рамках экологического двухмесячника. Он проходил в городе и районе с 1 апреля по 31 мая. На полигон вывезено 884 машины мусора. Такая информация прозвучала сегодня на совещании с городским активом. Какая работа по очистке территории была проведена за эти два месяца, расскажем далее. На уборку городских улиц, парков, скверов, водоемов выходили школьники и студенты, работники предприятий и организаций, жители микрорайонов и национальные диаспоры. Они чистили от грязи и мусора дороги и тротуары, зеленые зоны, белили деревья и красили бордюры. Об этом рассказал руководитель исполкома города Ленар Валеев. Не остались в стороне и сельчане. Хочу отметить работу сельских усилений. Проведена масштабная работа по ликвидации мест, незаконно эксплуатирования мусора, уборки территорий, подведениях путей, покраски деревьев, покоски травы, расчистки и покраски рыбников. Более 24 тысяч сельчан приняли участие в экологическом двухмечнике. Выведено более тысячи километров мусора. Большая работа проводилась и проводится по ликвидации несанкционированных свалок. Ее ведут не только экологи, но и жители города, которые оставляют свои сообщения в системе народный контроль. Туда поступило 28 заявок. А для школьников действует школьный эко-патруль, где также фиксируются факты незаконного выброса мусора. В эту систему поступило 185 заявок. В общей сложности в информационную систему эко-карта внесено 215 мест несанкционированного размещения отходов. 11 мая заместитель министра экологии в республике Татарстан-Шакиров появился по ним, произвел раздолетный облет. Во время облета зафиксировано 32 свалка мусора. В прошлом году эта цифра составляла 37. Все места несанкционированного размещения отходов для федерона. Продолжена работа по озеленению города силами предприятий, учебных заведений, добровольческих объединений. За весну посажено 1034 крупномерных дерева. Аллея Дню Победы появилась на улице Гагарина. Теперь там приживаются 150 молодых яблонь. На улице Ленина высажен астролистный клён. На улице Аминова на разделительной полосе посадили 245 деревьев липы. Появились новые аллеи в городском парке и сельских поселениях. В городском парке Владежным комитетом по водоотнефть высажено порядка 50 крупномерных деревьев и 20 плоскарных пусловичных порог. Сельские поселения не остались в стране. Как и в прошлом году произведена посадка 2,5 тысяч крупномерных плодоносящих яблон и 20 тысяч саженцев сосны на территории сельских поселений. Также альметьевцы принимали активное участие в акциях «День посадки леса» на территории Поташнополянского лесничества и «Спасем дерево вместе». В рамках акции населению города роздано полторы тысячи плодоносящих яблонь и 20 тысяч саженцев пихты и сосны в обмен на макулатуру и другие виды вторсырья. В ходе акции собрано 11 с лишним тонн макулатуры, 77 килограммов полиэтиленовых бутылок и 153 килограммов батареек. Глава района Айрат Хайрулин попросил продолжать работу. Я считаю, что результат достигнут. Наверное, на этом мы не должны заканчивать свой колоничный двухмесячный порядок, поддерживаться на протяжении всего года. Также на совещании прозвучала информация о мероприятиях по безопасности дорожного движения, которые провело предприятие «Дорсигнал». С ней выступил директор предприятия Ильдар Набиуллин. Затем участники встречи обсудили планы на предстоящую неделю. Тимур Туманов, Василиса Илюшина, Альметьевск ТВ. В Альметьевске началась подготовка к новому отопительному сезону. На профилактические работы отключают котельные. В это время на объектах проводятся гидравлические испытания и промывка тепловых сетей. К работе приступили в начале мая. Подробнее в нашем следующем сюжете. Начало отопительного сезона в 2017 году не прошло гладко. Подачу тепла в нескольких микрорайонах задержали аварийные работы, проводимые на объектах. Итоги сезона подвели на последнем совещании городского актива. Степень физического износа сезона теплоснабжения Альметьевской тепловой сети составляет в среднем 60%. И в целях бесперебойного теплоснабжения требуется полноценное содержание и качественное обслуживание сетей. В целом, затопительный период, кроме вышеуказанных инцидентов, крупных аварий, которые могли повлечь угрозу в жизненное обеспечение населения города, не зафиксировано. Обеспечение потребителей осуществлялось в стабильном режиме. А это 825 квартирных домов с центральным отоплением и 124 объекта соцпульбыта. Летом городские котельные закрываются на ремонт. На две недели жилые дома остаются без горячей воды. Но промывка и испытание надежности системы – еще не все, что нужно успеть теплоснабжающим организациям до начала следующего отопительного сезона. На ряде объектов запланировано полное техническое перевооружение и капитальный ремонт отопительных систем. В прошлом году из-за изношенности сетей на одном из объектов были сурованы сроки ремонта. Тепловикам тогда потребовалось больше времени на аварийные работы. Теплотрасса на улице Аминова от котельной номер 4 до микрорайона Ешлек оказалась крайне изношенной. В этом году принято решение о замене сети протяженностью почти полторы тысячи погонных метров. Работы пройдут с 19 июня по 3 июля. Главная сложность, с которой сталкиваются теплоснабжающие организации – большие долги населения за отопление. Это те средства, которые могли бы пойти на ремонт. Проблемным остается вопрос теплоэнергетического оборудования и магистральных тепловых сетей восьми котельных в селах Альметьевского района. Их износ составляет 90% и более. Согласно предписанию Ростехнадзора, котельные не соответствуют требованиям промышленной безопасности. Срок эксплуатации котельных составляет более 30 лет. Если вот таким темпом мы будем идти, то в зимний период эти котельные не появятся. Надо здесь провести и понять сроки реализации подготовки проекта на смене документации. Это первое. Второе – решить и найти средства для того, чтобы эти блочные котельные пункты были построены, потому что осталось практически всего три месяца впереди. Говорили еще об одном важном направлении – экономии энергоресурсов. Программный комплекс «Умное тепло» позволяет в режиме онлайн контролировать параметры теплоносителя – температуру, расход, количество гигакалорий, аварийные ситуации. А также дистанционно регулировать температуру, комфортность и изменение графика подачи теплоносителя в жилые дома. К программному комплексу подключены объекты первого поселка и микрорайонов 4 и 4В. Это 730 объектов. В планах подключить еще 156 объектов. Елена Мартаншина, Альметьевск ТВ. В Альметьевске прошла благотворительная акция по установке пожарных извещателей участникам Великой Отечественной войны и многодетным семьям. Приборы устанавливались специалистами 11-го отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан и при поддержке Центра социального обслуживания ОПЕК. Вместе со специалистами квартиру ветерана Великой Отечественной Людмилы Березовой посетила и наша съемочная группа. Новая благотворительная акция стартовала в городе. В домах социально незащищенных граждан устанавливают датчики противопожарной сигнализации. Акция нацелена на то, чтобы не допустить в квартирах жилых домов возгораний, которые возникают по неосторожности жильцов. Вот этот человек не услышит, это даже соседям будет слышно. И соседи могут вызвать пожарных, вовремя могут действовать, хочу сказать. Потому что вот этот одинокий человек проживает же в многоквартирном доме и опасность не только для себя, но и для остальных людей. Первый адрес – дом номер 24 по улице Ленина. Здесь проживает ветеран Великой Отечественной войны Людмила Даниловна Березова, которая в этом году отметила свой 97-й день рождения. Четыре года войны она провела в Маньчжурии, служила радистом. Я даже японцев не видела, сидели все время. Мы никуда приедем, если немножко свободно, под машину в тулуп и спать. Поспать надо. Сегодня в гости к ветерану пришли сотрудники Центра опека и специалисты Федеральной противопожарной службы. В квартире Людмилы Даниловны установят пожарные извещатели. Работа недолгая, датчик не требует никаких особых условий установки, работает от батареек. Также проводится краткий инструктаж на тему, как вести себя в том случае, если датчик сработает. Если сработало где-то, надо прошел, увидел и вышел сразу на улицу. Сразу в коридор, не надо ничего пытаться, не тушить ничего. Дверь закрываете, выходите в коридор. Дверь обязательно закрыть. Напомним, что бесплатными датчиками в течение двух предыдущих лет уже обеспечили более сотни многодетных семей. В прошлом году тоже устанавливали пожарные сигнализации, датчики пожарной сигнализации, которые спасают людей от пожара, предупреждают заранее. И человек может вовремя услышать этот звонок и спастись. В этом году уже установили 86 датчиков в городе и 861 извещатель в Альметьевском районе. Работа идет полным ходом. Уже к концу года 1200 приборов должны быть смонтированы в домах многодетных семей, ветеранов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и малоимущих граждан. Благодаря этим датчикам при пожарах в республике были спасены 9 человек, среди которых были и дети. Тимур Туманов, Василиса Илюшина, Альметьевск ТВ. Это еще не все новости. Смотрите во второй части программы. История объектива. Выставка раритетных фотоаппаратов проходит в Центре детского и мужского творчества. Вперед и вверх. Инструменты роста предложат предпринимателям на региональном IT-форуме. В Центре детско-юношеского творчества проходит выставка фотоаппаратов. Ее организовал частный коллекционер Игорь Корсалов. В коллекции собрано более 80 экспонатов. Возраст выставленных экземпляров разный от конца 19 века до наших дней. На необычной выставке побывала и наша съемочная группа. Игорь Корсалов увлекся коллекционированием фотоаппаратов с 2003 года. Сейчас в его коллекции более 80 различных фотоаппаратов, а также линзы, пленки, объективы и многое другое. Игорь считает, что экспонатам не место дома, их должны видеть люди. Поэтому с 2007 года он организует выставки. Если эти фотоаппараты будут лежать у меня дома просто всю жизнь, и люди не будут это видеть, то это будет, скорее всего, зря прожитой жизнью. Здесь фотоаппараты американского, японского, немецкого, французского и отечественного производства. Самый древний экспонат – знаменитый кодек конца 19 века. Одни из самых интересных экспонатов выставки – фотоаппаратура разведчиков и шпионов. Например, этот аппарат 1904 года замаскирован по часы. Другой фотоаппарат использовался только для кражи документов. Если человек, допустим, взорвал какой-то документ, он покупал такой фотоаппарат и, соответственно, фотографировал. Проникал на какой-то объект и фотографировал чертежи. До 1927 года в качестве вспышки использовали смесь магния с хлоратом калия, который поджигался. На выставке есть фотоаппараты, где использовалась подобная технология. В коллекции собрана фототехника совершенно разного назначения. Автальмологическая, фотоаппараты для орнитолога в форме бинокля, детские в виде игрушки. Есть в коллекции и аппарат, которым Волг из мультфильма «Но погоди!» сделал первое селфи. Все фотоаппараты в коллекции Игоря находятся в рабочем состоянии. Неудивительно, что при таком необычном хобби он и сам является фотографом. Поэтому на выставке можно не только посмотреть на фототехнику, но и узнать принцип ее работы и научиться правильно фотографировать. Выставка будет работать до 10 июня. Татьяна Леонтьева, Василиса Илюшина, Альметьевск ТВ. В детском саду номер 15 «Теремок» прошла акция «Все на велосипед». Дети раздавали ребятам и родителям буклеты, напоминающие о правилах езды на велосипеде. Читали стихи про велосипед, исполнили танец, веселые автомобили. Также сотрудники Управления безопасности дорожного движения и ГИБДД подготовили эстафеты по узенькой дорожке, быстрое колесо с лалом и восьмерка. Завершающим был конкурс правила катания на велосипеде. Участники команды «Дружные» продемонстрировали основные правила, показали, какой должна быть экипировка велосипедиста. Участники команды «Смелые» рассказали, как не нужно поступать при катании на велосипеде. По итогам соревнований команды набрали одинаковое количество баллов и получили подарки. Завершилась акция велопарадом. Дети и их родители проехали на велосипедах по территории детского сада. Студенты Альметьевского политехнического техникум приняли участие в благотворительной акции по сбору макулатуры. Все собранные средства будут направлены в РУСФОНД для помощи детям больным онкологическими заболеваниями. Всего за два дня было собрано более тонны вторсырья. Практически сбор макулатуры проходит, вы правильно сказали, несколько раз в год. Это стало уже доброй традицией. И вырученные средства направляются на разные благие цели. В этом году решили помочь онкобольным детям. В Альметьевске пройдет второй региональный IT-форум «Инструменты роста». Участники смогут узнать, как развить свой бизнес с помощью современных интернет-технологий, пообщаться с интересными людьми и с пользой провести время. В качестве экспертов выступят специалисты сферы высоких технологий из Москвы, Казани и Набережных Челнов, а также представители ведущих веб-студий и креативных агентств республики. Альметьевские предприниматели смогут получить инструменты роста. 6 июня в Альметьевске пройдет второй региональный IT-форум. Организаторы – сектор по развитию малого и среднего предпринимательства из полкома района и IT-сообщества города. Форум предназначен для малого и среднего бизнеса. То есть любой начинающий и действующий предприниматель может подчеркнуть оттуда какие-то интересные инструменты для своего бизнеса, может своими силами упаковать и научиться продвигать свой бизнес в интернете. Также форум предназначен для специалистов в области IT, для детей, которые планируют связать свою жизнь с рекламой, с IT-направлением. Первая похожая встреча в нашем городе уже проводилась. Это было в декабре минувшего года. Специалисты, занятые в сфере информационных технологий, тогда выступили за создание городского IT-сообщества. Ответить предстояло еще на множество вопросов. В частности, что необходимо для прорыва такого сообщества и чего не хватает для развития программирования в целом. Мы основали наше IT-сообщество Skills Hub с ведущими веб-студиями города Альмическа с целью концентрации IT-специалистов в одном месте и для улучшения качества представленных услуг, и для увеличения инвестиционной привлекательности в регионе, для улучшения сферы IT. Зарегистрироваться для участия во втором региональном форуме «Инструменты роста» можно в качестве служителя, а можно подать заявку и презентовать свой проект перед экспертами. Это даст автору разработки шанс получить обратную связь и стать резидентом IT-парка. Участие в форуме бесплатное, однако количество мест ограничено. Забронировать место в зале можно после регистрации на сайте Skill Hub. Активную ссылку можно найти и на сайте нашей телекомпании. Прошли регистрацию тогда до встречи на форуме. Дата и время проведения – 6 июня в 10 часов в технопарке «Кванториум» по адресу города Альметьевск, улица Тимирязева, 20. Елена Морданшина, Василиса Илюшина, Альметьевск ТВ. А сейчас расскажем о погоде на предстоящие сутки. 5 июня в Альметьевске будет солнечно и ветрено, возможно, гроза с дождем. Температура воздуха ночью 15 градусов, днем поднимется до 24. Атмосферное давление 737 мм ртутного столба. Сразу после новостей передача «Безденбакет» с Филизой Хамедулиной. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и только хороших новостей. Субтитры подогнал «Симон»!